В Магадане открыли Стеллу, город трудовой доблести. На самой конструкции отражена жизнь и вклад колымчан в дело победы в годы Великой Отечественной войны. Историческая летопись продолжена на полукруглых пилонах, окружающих Стеллу. В Стелле, город трудовой доблести, возложили цветы первые лица региона, ветераны, волонтеры, жители Магадана. Стелле, город трудовой доблести. Монументального воплощения признания огромного вклада жителей Магадана в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны. В интервью для журналистов нашего телеканала Владислав Кононов поделился подробностями того, как рассматривали заявку на получение Магаданом звания «Город трудовой доблести». На Стелле изображена композиция с девочкой, которая написала письмо и отправила на фронт посылку неизвестному солдату. В своем послании она призывает громить фашистов и обещает стать летчицей. Данная идея победила в творческом конкурсе военно-исторического общества, помогла областному центру получить титул наравне с 45 другими городами России. Для вот такого зримого, зрительного отображения вот этого звания «Город трудовой доблести» военно-историческим обществом был проведен творческий конкурс в 2020 году. Наверное, полтора десятка участников и победил проект Дениса Анатольевича Стритовича. Это проект типовой, с одной стороны, это стелла и пилоны. Они варьируются по высоте, они по-разному вписываются в городские ландшафты. Но, что важно, на пилонах обязательно отображается местная составляющая, фотографии, какие-то материалы исторические. Мэр областного центра Юрий Гришан отметил важность символов на стеле и также призвал не забывать, что изображены реальные человеческие судьбы. Готовясь к сегодняшнему мероприятию, мы издали, выпустили газету «Советская Колыма». Мы хотели бы, чтобы те лица, те люди, которые изображены здесь на пилоне, говорили вам о том, что это не придуманные, не собирательные какие-то образы, а именно те люди, о которых писала газета «Советская Колыма» тогда, в период Великой Отечественной войны. Автор композиции к стеле, председатель Магаданской областной организации «Союз художников России» Константин Кузьминых рассказал о идее создания памятника и работе над оформлением. Да, работа была поэтапная, то есть сначала делались эскизы, делался проект. В проект входила работа над архивными фотографиями, которые были предоставлены Магаданским областным краеведческим музеем. Фотографий было очень много. Из них нужно было выбрать 15 сюжетов, которые бы в полной мере отражали вот этот вклад, вот эту трудовую доблесть Магадана, что было и сделано. Потом это все было переведено в размер один к одному, то есть были сделаны картоны, и на основании этих картонов, на листовом металле, на нержавеющей стали, методом травления, были нанесены вот эти изображения. За реализацию благодарностью мэра города поощрили строителей, авторов, руководителей предприятия и всех, кто оказывал поддержку в возведении Стеллы и ее строительстве. Очень отрадно, что у нас все получилось подтвердить трудовой вклад жителей города Магаданской области, что мы достойны этого звания. Чтобы это не воспринималось как просто культурный объект, надо понимать, что это действительно такой памятник, символизирующий данную заслугу города Магадана в те годы.